МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и телевикторина «След в истории». Представьте себе, что в стародавние времена тоже существовали трассы федерального значения. Одна из них – Сибирский тракт, брала свое начало в столице, в Москве и заканчивалась у китайских границ. Проходила она и через территорию современной Чувашии. В некоторых районах республики до сих пор сохранились остатки знаменитого Сибирского тракта, или, как его еще называли, Екатерининского, Березового, Кандального-Аристантского. Так что сегодня мы предлагаем вам выйти на большую дорогу. Кстати, так она и называлась у местных. Деревня Тлашевского сельского поселения – ближайшее к Чебоксарам место, где всем и каждому известно. Сибирский тракт проходил именно здесь. Даже почтовые станции остались практически там же. Хотя, конечно, сегодня они не выполняют прежних функций. Но название сохранили. Вот здесь стоял кузнец. И это там вот подковало лошадей. Пушкин заехал в эту деревню. Установился, подковал, говорит, и не менял лошадей. И Екатерин Сурай тоже. Сейчас никого нету. Я не помню, либо как было. Но старики тоже рассказали нам немножко старые. А кроме кузницы тут еще что было? Деревня только была. И кроме кузницы было это еще для лошадей. Двор закрытый. Там они запас держали. Лошади устали, меняли. Другие эти уставили. Вот так. А почтовая станция тоже тут была? Вот почтовая. Вот поэтому эту деревню сказали почтовой. Там 11-19 домов только было. В двух шагах от деревни почтовой течет река Рыкша. Говорят, раньше была полноводная. А уж весной разливалась так, что подтопляло все вокруг. Мосты через Рыкшу приходилось наводить крепкие и широкие. Это видно и по остаткам опор. На время ледохода и паводка деревянные сооружения разбирали, чтобы не сломало и не унесло. В конце концов, возле почтовой построили новый мост. Неизвестно, какой по счету, но там он и стоит до сих пор. Вообще мосты – удивительное явление. Мы как-то уже об этом говорили. Во всяком случае, это один из самых ярких следов не только на поверхности земли, но и в истории. Судите сами, неподалеку от почтовой, в густой траве практически лежит один из самых интересных мостов Чуваши. Здесь лужа была вот так. Вот сюда Рыкша, в каком-то месте есть канавчик, сюда зашла. Здесь это как у врага был. Сейчас выравнивали, поэтому сделали там лужи. Смотри, он еще и… Красивый делали. Да. Как это резьбой оформленный. Сказали, сказали, я Екатерининский мост, Екатерининский это заставил строить. Турока глухая была, лошади, наверное, застряли, поэтому и сделали. Вот дедушки так сказали, рассказали. Местные жители называли мост Екатерининским, непонятно почему, если строили его спустя сто с лишним лет после просвещенной монархии. Но образ матушки-императрицы оставил заметный след в умах и сердцах, и все хорошее, полезное, и передовое по привычке связывали с ее именем. Кстати, и саму дорогу называли Екатерининским трактом, причем не только в этих краях. А если пройти мимо деревни через лес и выйти в чисто поле, можно увидеть остатки Великого пути. Вон там, где ивы, и сохранилось дорожное полотно. Если поискать, можно увидеть камни, которыми был вымочен тракт. Сколько же таких понадобилось, и как же их возили в то время, без самосвалов-то? А ивы тут знатные. Им, наверное, не меньше ста лет, а может и больше. Говорят, и березы, которыми был обсажен тракт, тоже кое-где сохранились, но мы их не нашли. А ивы вот стоят себе. Такие огромные, что вдвоем не обхватишь. Охраняют ворота истории. Юлия Пантелеймоновна Ильина помнит дорогу столько же, сколько и себя. Мы в Курок пошли. В 8-9 лет уже вышли сюда. Поэтому с этого возраста я помню эту дорогу. Тогда дорога правильная была, очень хорошо заметна была. И деревья красивые были. Сейчас вон все постарелись, сломались. И дорогу нельзя найти. Разливалось, цивиль разливалось, поэтому, наверное, это быстро заявила. Они с Атлашева, эта дорога. Да, наверх поднимется. Там еще Магас есть. Еще дальше Чагар есть. Еще дальше эта Качаковка была, около Чебоксары. Вот туда была эта дорога. Аэродром был там. Я помню все эти аэродромы. Вот прямо я была, Чебоксары. И через Атлашево. А это Атлашевские уже новые. По-своему делали еще. Рассказывали, что это остантов водили отсюда пешком. Это в цепях. Рассказывали. Но нам неинтересно было все равно. Не слышали, боялись. Вот там это... Дальше было немножко березы. Вот пандиты выходят, что-то пугали нас. Поэтому... Там овраг очень широкий был. Дальше нашей деревни наверху. Говорят, какой-то солдатский овраг. Почему солдатский? А, солдатский овраг это был? А, эти куда-то были... Вот они и были ведь. Вот такие ходили через... Чувашию проходили. Там они окопы делали для себя. Поэтому солдат клубушки дали. Трудно сказать, когда большой дорогой перестали пользоваться. Это же не в один день происходит. И даже не в один год. Деревянный мост был. Весной сломали... Не весной. Ну, через день зимы сломали. А уже весной, апреля, строили еще снова. А зачем ломали? Вот да, унесет. Невысокая была. Прямо с берега к берегу только. Поэтому сломали. Там в Атлашево тоже так же сломали деревянный мост. А потом уже перестали строить? Потом перестали. Новый строили там уже. Все же с Атлашево тоже в Марпусат ехать. Марпусат, Казань, там дорога хорошая уже. Ну вот, опять мост. Такое ощущение, что и в России все дороги от моста до моста. Впрочем, так оно и есть. Это в степях Казахстана, где до самого горизонта равнина мосты не нужны. А в нашей пересеченной местности без этих сооружений никуда. Вот представьте себе, как бы обходились без него жители Цивильска. Кстати, это первый в Чувашии железобетонный мост. Мост построили с мая 1910 по середину сентября 1910. Где-то в течение четырех месяцев построил мост Иван Генрихович Грингов. Это был начальник, будем считать, ну, я сейчас говорю, института, да, по постройке мостов, дорог и так далее, и так далее. Наверняка он был очень известный, он был с Саратова, это была другая губерния. И вот Казанская губерния заключила с ним управление, там, дорог, договор с этим Иваном Генриховичем, чтобы он, значит, построил. И вот он приехал со своими людьми. Здесь в основном все металлические там и другие основные части он привез с собой. И, кстати, все, хотя и говорят, вот тут местные работали там, он прямо пишет в своем договоре. Я читал, у меня есть этот договор, что он мост построит со своим оборудованием, со своими специалистами, со своими подсобными рабочими, то и все свое под его личным руководством. Вот. И, значит, в течение, даже он раньше срока, даже меньше четырех месяцев мост построен был. Потом в начале октября, где-то 2-3 октября было кидрое испытание моста. Ну, это тогда как, вложили груз, я не знаю конкретно, что там вложили, но большой груз, ну, значит, они знали, наверное, была комиссия из Казанской губернии, из Цивильска здесь, местные с уезда, да, специалисты проверили. И мост выдержал испытание, и он по договору должен был где-то полтора года смотреть за мостом, если там что-то случится, скажем, да, ну, трещины или еще что-то там, или, ну, я не знаю, что может еще быть. И, значит, он все это исправит за свои средства, деньги, да, но ничего этого не случилось. Вот мост стоит 104 года. Ну, я этот мост помню в течение тысячи лет примерно сейчас, да, вот. И за это время я не помню, чтобы этот мост строили, перестраивали или ничего, ничего не было. Длина моста 65 метров, высота всего 9,5. Так что в прежние времена, когда большой цивиль был действительно большим, молодые парни прыгали прямо с моста в реку. Поражали воображение девушек. Учитывая, что именно на мосту молодежь предпочитала назначать свидание, зрителей было хоть отбавляй. А еще мост связывал Цивильск с Тихвинской ярмаркой. Раз в год в начале июля она неизменно открывала торговые ряды и балаганы. Это было одним из главных событий светской жизни. Вот этот наш тихий такой городок, он превращался в такой шумный город большой. Со всех сторон сюда шли люди. Вот и очень хорошо помню вот эти повозки, лошадиные повозки с утра, с раннего утра. Они же ведь еще ночью, наверное, отправлялись-то в путь. И вот по городу скрипели вот эти телеги. Даже поговорка же не смазанная, как телега. Вот так вот это скрипели. Вот это помню очень хорошо. И наполнялся шумом город наш Цивильск в ярмарочные дни. Это сейчас на лугу тихо и лениво, а в дни ярмарки, как по мгновению волшебной палочки, все преображается. Сколько лет, точнее сотен лет располагается она на этом месте, никто точно не знает. Но поговаривают еще до того, как появился Тихвинский монастырь. Впрочем, проверить это никак нельзя. А вот то, что ярмарка была самым долгожданным праздником, это известный факт. Я родилась в этот день. Да? Да. 4 июля 1951 года. И редкие годы были такие, чтобы не попадала вот эта ярмарка в мой день рождения. В основном ярмарка проходила в мой день рождения, поэтому у меня самые яркие впечатления. Я его ждала с нетерпением. Потому что были подарки, были подарки, подружки приходили, собирались, ну и родственники собирались. И ярмарку мы посещали каждый год. Были качели, ой, карусели, три карусели. Если появится, ну, какой-то рубль, это была радость. Для нас была эта ярмарка полностью. Мы были обеспечены всем. Там были и эти игрушки мы могли купить, и петушки, и кататься на карусели. Слова Тихвинской ярмарки разошлась по всему Поволжью, из Нижнего Новгорода, ярмарочной столицы. И то приезжали в Цивильск. А уж в ближайших районах все знали, что такое ярмарка. И ждали ее начала весь год. Наша старая знакомая Юлия Пантелеймоновна рассказывала, что именно по большой дороге и ездили из Атлашево в Цивильск. Еще интереснее было. Почему? Чем интереснее? Не знаю. Вот маленькие были, поэтому, наверное. Петушок тоже. И это колесо так, шип-шип-шип-шип-шип-шип сделал. Как бегаешь, делкаешь. Приезжали, клоуны приезжали. Из Чебоксарда же приезжали. Это, какие-то, ну, покорочек театр поставили. Шульбе варили кругом, по берегу. Из деревни. Из колхоза. Приехали, варили, продавали. И мясо, все-все. Весело было. Корщели несколько штук было. Какие? Самодельные. Из деревьев, не лагеря. Один держал. Два-три, что ли, корщели. Еще привез. И привез. Красиво делали. Сам играл на гармошке. Музыку. А мы бегали. В этом году Тихвинская ярмарка проводится под монастырскими стенами в последний раз. Завершается строительство дамбы и торжище перенесут на другую сторону. Так что старый мост, скорее всего, уйдет на покой. Останется лишь местом свадебных гуляний. Ну и хорошо, как говорится, целее будет. Как-никак самый старый железобездонный мост в Чувашии. Построенный еще до Первой мировой, он помнит и проводы на фронт, и встречи, вернувшихся с войны. Но проводы и встречи разделяли долгих четыре года, наполненные самыми разными событиями. И многие из них нашли отражение в письмах военнопленных, которых немало было на территории нынешней Чувашии, в том числе и в Цивильске. А узнать, о чем писали австро-венгры, немцы, румыны и другие граждане, находясь в русском плену, можно благодаря цензуре. К 1915 году Казанское губернское управление перестало справляться с потоком писем. Пленных становилось все больше. И в «АллатРе» открыли цензорский пункт. 20 июля появилось 2014 года новое положение военной цензуре. И в соответствии с ним в Казанском военном округе появились, соответственно, где-то пункты, где-то под другими названиями цензорские конторы. При этом на территории нынешней Чувашии единственный цензорский пункт, который был, это в «АллатРе». Который обслуживал не только нынешнюю территорию Чувашии, но и нынешнюю территорию Мордовии. Это Ордатовский бывший уезд и прочие уезды Сибирской губернии, которые тоже входили в Казанский военный округ. Чубаксары, допустим, отправляли свои документы в Казань для первой иллюстрации, если там какие-то вопросы возникали. И, в принципе, этот пункт формировался за счет самых разных людей. Совсем не обязательно, чтобы это был бывший чиновник или действующий чиновник. Самое главное, это требование предъявлялось лояльность и знание иностранных языков. Потому что если посмотреть, причем, если мы смотрим на документы, которые вот эти люди представляют, то если человек вот в своем послужном списке имел какой-то, пусть незначительный конфликт с властью, то этого человека предлагалось заменять на другого. Вот, например, в 2014 же году предлагалось вводить в состав цензорского бывшего военного чиновника, но он в какой-то момент участвовал или не участвовал, доказано не было, но подозревался в организации стачки. В итоге вот это послужило причиной того, что вышестоящее начальство порекомендовало заменить этого человека другим. То есть даже не брать его вообще. А вот этот документ заслуживает отдельного внимания, точнее сам стиль делового письма, принятый в то время. Вы только вслушайтесь. По поступившим ко мне сведениям, почтовый чиновник, колледжский асессор Блохин, в 1906 году был уволен от службы в распоряжении начальника главного управления почты телеграфов за агитацию забастовки. Но в том же году вторично принят был на службу. Вследствие всего я полагал бы, правильнее вам войти с представлением о назначении военным цензором другого лица, если вы не можете вполне ручаться за то, что господин Блохин отрешился от участия в политике. Новым представлением прошу поспешить. Подполковник такой-то. Но несмотря на такие строгие требования, безупречная биография и знание иностранного языка, проблем с цензорами в Алатаре не было, и со своей работой они справлялись хорошо. Во всяком случае, отчеты были регулярными и весьма подробными. Отчет делился на определенные пункты, которые подписывался военным цензором. Сначала писалось, кто пишет, что пишет, какая корреспонденция, куда и как. И это делится на немецких военнопленных, австроленгерских и прочих. То есть все отчеты представляются такими дробными. Военнопленные австрийцы и германцы на малороссийском языке писали поклоны родным и знакомым, просили сообщать, как им живется на родине. Зато из города Ардатова были жалобы на сырье и холодные помещения и плохую пищу. То есть типа наши чуваши, вот чуваши жившие, написали все хорошо, а вот где-то там это написали плохо. Некоторые написали о ценах, о морозах, недостатках некоторых продуктов питания, месте нахождения их на там так далее, так далее, так далее, так далее. И вот эти вещи как бы это разрешалось пропускать. Как правило, вот цензорские моменты, они пишут, что военнопленные пишут о текущих делах, то есть чисто описывают свою повседневную жизнь, где, с кем, что и как, кто умер, кто там еще жив, о себе сообщают о здоровье, на что они жалуются, и вот как бы, ну, формулировка короткая. Жалобы заключались на недостаточность пищи и дороговизну. И в конце концов письмо сводилось к просьбе о присланке денег. Чем дальше идет, ближе к 17-му году, тем больше жалоб на то, что продукты дорожают, а покупать уже невозможно, тех денег, которые нам платят за работу, не хватает там на элементарные вещи, мы там некоторые пишут уже вшивые становимся. Причем в этом отношении письма военнопленных офицеров немножко отличаются от писем рядовых, потому что если рядовых все-таки сгоняли в общие массы, и там по 20, по 30, по 40 человек, они работают в компактно, да, то у офицеров все-таки было право проживать отдельно от рядовых в каких-то снимаемых или арендуемых вот помещениях. И там по 3, по 4 офицера живут. У них, конечно, жесткие рамки, нельзя в такое-то время выходить за пределы, нельзя там чего-то, но вот они, например, жаловались на то, что им нельзя в определенное время было, вот в 16-17 году уже ходить на базар, покупать продукты питания самим. Но это было вызвано тем, что на самих военнопленных уже начались жалобы со стороны местного населения, которые приходят на базар после военнопленных, а те уже все купили. И местный сам голодает, а военнопленный офицер сидит и ест. То есть это уже начался такой конфликт интересов на уровне желудка. История Первой мировой войны в России, к сожалению, не настолько популярна у исследователей, как, например, у их европейских коллег. Но, похоже, с этого года все изменится. И спустя 100 лет мы узнаем все подробности войны, покончившей с миром во всех смыслах. А теперь вопросы нашей телевикторины. Внимательно смотрите и запоминайте. Сколько военнопленных Первой мировой войны попали на территорию России? Что такое Сибирский тракт и по каким районам Чувашия он проходил? Ответы присылайте по адресу Чебоксары, проспект Ленина, 15, Национальное телевидение Чувашия. Либо по электронной почте. Викторина, дефис, след 21, собачка, Яндекс.ру. Мы ждем ваших писем. И, разумеется, авторы самых подробных и интересных ответов получат ценные призы. А в следующем выпуске телевикторины «След в истории» мы непременно вернемся к рассказу о большой дороге, о фактах и преданиях с ней связанных. Слишком много непонятного еще осталось. Не пропустите. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok